Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Jagged Alliance. В прошлой серии наш отряд Чарли практически уже дошел до севера. К своему удивлению, я здесь встретил еще один отряд с алмазами и 12 тысяч, по-моему, или 12 500. По-моему, 12 тысяч, в общем, капнул еще нам на счет. И это прекрасно. Отряд Эхо я отправил на блошиный рынок. Это же блошиный рынок. А что, не выбирается? Нет, это, по-моему, просто Флитаун. Вот флитаунский блошиный рынок, да. В общем, во Флитаун я отправил. Сейчас они там у меня готовят ополчение. Тут сразу... В общем, я серию пишу сразу после предыдущей. Комментарий ваш еще не читал. Но, знаете, меня подобные игры заставляют перебдеть. Здесь мы будем искать еще одного бойца из местного отряда наемников. И нужно будет поговорить с цветым отцом. Я там товарища в соседней комнате видел. Это, скорее, помните, в самых-самых первых сериях, когда мы только сюда пришли, там в церкви за стеной стоял товарищ. Мы его, так сказать, рентгеном просветили. Пройти туда был нельзя. Это, скорее всего, он и есть. Тот дружочек, которого мы ищем. Просто так его нам вряд ли отдадут. Скорее всего, там будет заваруха. Поэтому я готовлю здесь ополчение. Если будет заваруха, наши ополченцы нам помогут. Мы никуда не торопимся. Денег у нас, в принципе, нормально. Поэтому почему бы, собственно говоря, и нет. А наш основной отряд Чарли сейчас вовсю шурует за Пьером, который у нас все время сидит в А-2. Также в прошлой серии к нам пришли новые пушки. Но мы их, правда, пока не испытывали. Так, ну СВДшка, она как бы уже не особо новая. Так, ну прицел штатный, но компенсатор установлен. Нормально. Так, фалл был. М-24 новенькая. АР-15 новенькая. М-16 А-2 тоже новенькая. Ну, не знаю. Повторюсь по поводу М-ки. Большие сомнения. Она стоила как-то очень дорого. Но на ней веса много. По урону она как АР-15. Но АР-15 по ощущениям лучше. Ну, повторюсь, я их купил просто для коллекции. Потому что у меня таких пушек вообще еще раньше не было. Так, ладно, Чарли. Давайте двигаться дальше. По дороге мы здесь еще и порт захватим. В общем, красота. Ну, а потом будем двигаться на восток. Вот постепенно все это дело зачищаю, зачищаю, зачищаю. И выйдем в Пантагруэль. В это время наш отряд Эхо тоже здесь будет движухами заниматься. В прошлой серии мы примерно половину наших наемников продлили контракт. И, кстати, смотрите, прогноз на 14 дней. Ровно 200 тысяч. Обалдеть. В общем, половину продлили контракт. И еще 118 тысяч у нас осталось. Я считаю, что это прекрасно. Так, за 4 часа мы здесь пройдем. Ну, хочется, конечно, все клеточки. Ну, давайте, наверное, на обратном пути эту клеточку зачистим. Всякие секретики там. Так, решительная победа. Здесь. Ну, не особо опытные ребята, но ладно. В прошлой серии, кстати, мы совершенно случайно замалили бандитов в засаду гиен. И гиен их просто сгрызли. Это было забавно. Стоп. Еще противник. Да, стоят противнички. И напоминаю, у нас теперь в новом отряде... Ой, в новом отряде, господи. В нашем основном отряде два снайпера. Панзер с М-кой и Амрын с СВД-шечкой. В общем, стало немножко нам поинтереснее. В этом плане... Барри, наверное, чуть вперед. Лава тоже чуть вперед. Паза куда-нибудь сюда. Наверное, вот сюда. Рукопашным этими атаками, не знаю, не занимаюсь я. Давайте положение лежа, положение лежа. Слушайте, а может из пулемета фазы пострелять? Мы так давно из пулемета не стреляли. У меня, в принципе, много патронов, да, советских? У меня же их много? 158. Нет, не буду. Сейчас нам штурмовать вражескую базу. Поэтому, наверное, лучше не надо. Амрын, давай ты начнешь. Отлично. Амрын... Амрын у меня стреляет такими разрывными боеприпасами, которые броню не пробивают, но безумно сильно критует экспансивными. Поэтому торс противника вполне себе разрывает. Ох, как они еще кучно встали. Да, вот сюда, кстати, пулеметик бы нормально сейчас зашел. Блин, да давайте пулеметом постреляю. Все, бери их на прицелы и стреляй. База. По крайней мере, себе киллы наберешь. Я, кстати, смотрел по киллам. Ну, еще в перерыве, если не забуду. В перерыве между драками. Посмотрим, там у панзера что-то в районе больше ста уже убийств. Гораздо больше, чем у кого бы то ни было. Снайперки просто стосят головы. Я не знаю, что СВДшка. Ну, СВДшка, кстати, тоже ваншотит. Как и М24. У СВД тоже, в принципе, все в порядке. Здесь давайте на боеготовность тоже встанем. Да, ты тоже ложись, тоже на боеготовность. Вот так. Попробуем их пощелкать. Барри, наверное, ляг. Барри, наверное, вот сюда подползем. И прям небольшой угол сейчас поставим, боеготовности. Вот сюда. Если кто-то нас обойти решит. Так, а хотя здесь нет варианта ближе поставить. Окей, значит так. Ну все, побежали. Ай-яй. Так, маленькая фаза досталась. Оп. Это кто я убил? Эм-ти так бахнул. Блин, Эм-ти снова винтовка творит чудеса. Ой-ой-ой. Какая боль. Так, еще один минус. Ну все, как моя сестра. Только не менее хунгерian. Сток сейчас. Не пейте. Здравствуйте. Здесь нами готовности встанем. Барри. Шанс на падание, конечно же, безумно маленький. А пойдут они вообще? Ну это мародеры, кстати. Могут и побежать. Давай вот так вот повернем. Ну-ка. Эх. Эх, такой говорит. Да ладно, ты нормально, ты все стреляешь. Эм-ти повысилась, кстати. Ой, фазе досталось. Так, ладно, Лава, давай ты, у тебя патроны самые дешевые. Она 9-миллиметровка бахает. Так, очень высокий боевой дух. Это не может не радовать. Фаза. Давай вставай. Меняй. Перезаряжай. Вставай, говорю. Пошли теперь лутаться. Так, Эмди. Ты теперь у нас чего умеешь? У тебя, кстати, золотые перки открылись. Силу воли может выдать. Высокий боевой дух в начале боя. Наносит 10% урона, когда боевой дух высокий или очень высокий. И коварные выстрелы. Падение по ногам. Оглушение по рукам. В пах вне укрытия. Ну, кстати, прикольная. У меня теперь винтовка классная. Шок и трепет чисто теоретически тоже хорош. Но сила воли. Ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, давайте, наверное, болеутоляющую я ему возьму. Все-таки... Медик он у нас как ни крути. Да, давайте болеутоляющая. Да, ребят, он внезапно для себя увидел, что опять сбросились на стройке чертова микрофона. Микрофон-то не чертовый, но, не знаю, каждый раз при каких-то манипуляциях в системе просто настройки улетают в тар-тараре. И как же сложно потом все это дело восстановить, вы бы знали. Ладно, надеюсь, что прошлая серия не совсем вырви ушная получилась и начало этой серии терпимое. Что же, между сериями буду пробовать все это дело отрегулировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте не будем пока на это отвлекаться. Так, я, кстати, не помню, что нужно сделать первым. Разминировать или... Нормально. Так, это что? Ух ты ж, ешкин кот, еще одна СВД. Да вы шутите? Блин. А кому? Неужто лавя? Неужто три снайпера, а? Ладно, М-ку я, получается, разбираю. СВДшка я, получается, забираю. Она в отличном состоянии. Ну, не в отличном, 90%. Можно лаве ее отдать. Пускай бахает. Да, я, наверное, так и сделаю. Обалдеть. Вот это обновочка. Ну, ладно. Я, в принципе, не то, чтобы сильно против. Конечно, у меня получается уже три снайпера. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Но, как минимум, интересно. Если она будет стрелять так же, как и другие наши снайперы, так, хай-пауэр модифицированные, но это разобрать, то это будет очень здорово. Просто один выстрел, один труп. Это как бы никогда лишний не бывает. Так, беретту, беретту, наверное, оставлю. Беретта хорошая. Так, а что такое-то взломать? Это фаза. Так, подожди, фаза-то, во-первых, отойди. Ты, во-вторых, подлечись. А в-третьих, взломай. Может, еще разведданники и получим. Да. По сектору Саванна получили разведданные. Черт возьми. Ну, не могу, теперь отвлекаюсь на микрофон. Фаза, а фаза опять все крадется. Встань. Ну, ладно. Не будем о грустном. Ну, черт, это никак не думать об этом, если сейчас в прошлой серии. А получается, а, нет, прошлое-прошлое. За прошлое нормально записан. Что-то с прошлой беда произошла. Ну, окей. Рыбаки. И золотые рыбки. Прикол. Ну, ладно, рыбаки и золотые рыбки. Я иду в гости к вам. А здесь сколько будет? 15 человек. Бешеные гиены. Ладно. Так, продолжить ополчение. Продолжить. Да. Так, это пока закрыть. У нас вот этот отряд отдохнул. Операция. Тоже может ополчение здесь подготовить. Да, давайте здесь тоже ополчение подготовим. Начать. Потому что здесь вообще ополченцев нет. А они как бы нам пригодятся, я думаю. Так, ну и пошли. Золотые рыбки. Решительная победа. 6 против 13. Гад. Киллер. Смотрящий. Быки. Гропет. Мясник. Мародерга. Ну, они обычные, непрокаченные, ребята. Давайте. Я думаю, что Пьера спасать уже в следующей серии будем. А сегодня зачистим подходы. Потому что там 15 человек. Мы явно это за половину серии не успеем сделать. А хочется все-таки все не торопясь. С чувством, с толком, с расстановкой, так сказать. Так, а почему? Все в инвиз. И пошли потихонечку. Так, а что такое? Что за звуки? И тут у нас, оп, бык. Тут враг. Нам по-хорошему можно даже далеко в деревню-то не заходить. Давайте я как-нибудь вот так вот выстроюсь. И буду их аккуратненько выщелкивать. Так, ложись, ложись. Эмди, ложись. Да все ложимся. Тихо, главный. Они сейчас придут на звук, так скажем. А ты кто? Он выжил. Это гад какой-то. Это местный босс. Это местный босс. Я думаю, я могу, знаешь, get'em. Ну, в голову 65, ты уже вряд ли выдержишь, гад. Да. Боевой дух высокий. Вероятность положительного эффекта 9%. Неплохо. Так, кто у нас еще не стрелял. Вон, вне прямой видимости, что ли? Случайную часть тела. Да попробуй. Так, ладно, вслепую, он выжил. Эт, что такое сейчас было? Лава ловкость плюс один. Это был такой сигнал тревоги. Я, наверное, пока просто вскрытность ложусь и все. То есть они чисто теоретически знают, где вот моя парочка снайперов лежит. Ну и все, ждем. О, бегут. Ну, главного босса мы... Хотя нет, их там два. Босса вдвое. Очень высокий теперь боевой дух. Вообще красота. Так, не давай вот этого мясника. Он как-то интереснее стоит к нам в голову. Болин, незначительное попадание за СВД. Это как, может незначительно попасть. 83, в голову. Бух. Панзер меткость плюс один. И сколько она теперь у них, 93? Так, нет, ты знаешь чего? Ты сначала в маскировку уйди, а потом вот этого. Он как-то ближе стоит. Попробуй. Да. Снайперы, конечно, разматывают этих товарищей. Так, ты в инвизиум. Лаву, к сожалению, видно. Блин, а смотрящий... Аня с двухстволкой смотрящий. Так, МД проворность повысил, пока на пузе лазил. Это не может не радовать. Ты кто? Головорез. Давайте как-нибудь вот так. И как-нибудь вот так. Барри. Барри, барри. Барри, давайте сюда. Может быть даже... Как мы сюда в деревню отправимся с дубовиком защищать. Что-то, как мы сюда в деревню отправимся. Барри, быстрее. Так, на смотрящий все действия потратил. Да не, одиночным. Вися очередей просто в голову. Шмяк. Да ладно, это первый промах и снайперки. Лава. Для чего? Я тебе просто дал оружие победы. Да вы чего? Как так-то? Согласен. Я возглазил. Ранение всего лишь. Слушайте, а это проблема, по всей видимости. Какой-то очень крепкий товарищ. Так, ладно. МДИ четко щелкнул. И он весь с дробовиком там. Ух! МДИ просто разрулил ситуацию. Очень четко попал. Причем вслепую. Да, снайперы, счет у меня сегодня немножечко не хотят подать. Один из трех нормальным. Так, вы в инвизе все у меня, да. Вы все в инвизе. Получается, они... Так, еще один бык. Головорез. Лава. В голову лава. Дистанция почти идеальна. Вот, сейчас хорошо. Так, панцер, ты в инвизе уйди? Ты тоже в инвизе уйди. Десять. Пропробуй в голову. Отлично. Сколько их мужа постреляли? Да ладно. Не попахни, попали. О, еще один босс бежит. Еще один босс. Бронированный босс. Да, 63 урона в голову держит. Нет патронов, тут перезаряди. Последний бронебойный, что ли, остался? И то в молоко. Ммм, в ответ уметь стрелять. Проклаченный негодяй. Был. Так, МД. Далековато, конечно. Послушайте им, где творит чудеса сегодня. Так и должна проходить битва. Как в тире? Ну, может быть. Ай-яй. Ну, все, стреляем обычными. Хиллер. Ох, киллер. Это чем так? Дробовик или что это у него такое? Только в ответ не стреляй. Готов. Все. Как в тире. В 5. В 5. В 5. Ну, пошли лутаться. Алмазы. Алмазы, я люблю. Это разобрать, это передать в имущество отряда. Ладно, пушки не нашли, зато нашли 12 тысяч денег. Ставщик оружия. Что тут делаешь? Двух стволка. Разобрать. Осмотреть. А, м14 за 5000 можно купить. Вдруг я все распродал. Заходи в другой раз. В другой раз. Ладно. Как мы заглянем? Так, мп5. Мп5, мп5. Да, но нам не нужна сейчас, по большому счету, это мп5, да. Ох, не нужна. Я бы на самом деле, знаете, даже что сделал? Я бы Фомас сейчас разобрал. Я его разбираю. Я эту штуку тоже разбираю. Я у лавы забираю ее мп5 и отдаю фазе. А лава, ты насаду свои письмейкеры, бери. Еще и трубу достали. Как у меня там запчастей? 134, кстати. Можно уже на какие-нибудь модификации поиспользовать. За 5000 м14? Ну, ну, не знаю. Дорого. Опять же, ради запчастей можно. Хотя, зачем ради запчастей? Запчасти можно у этого, через магазин вам, выкупить. О, франки. Блин, интересно, а франки вообще можно будет еще где-то использовать? Кроме как у барахольщика. Ой, как много метлолома. Ну, не знаю, может быть за кадром посмотрю, что можно модифицировать нам. Ну, как много. Подвес запчасти он дает. Обалдеть. Могли бы, конечно, и побольше чем-то там насыпать. Нет, ничего здесь нет. Ну, все отлично. Очень злой регион зачистили. Ну, я не знаю, что теперь может нас победить с таким количеством снайперов. Ну, кстати, что, рюкзак бесхозный, по всей видимости, лежит? Нет, не бесхозный. Да ладно, в этом рюкзаке должно было что-то быть. Даже он лопат стоит. Где? Где секретик? Никакого секретика. Так, ты у нас не повысился. Панзер. Панзер, панзер. Я, по-моему, тебе проворность, да, жду? Да, проворность еще единичка нужна. На пузе надо ползать. Появится проворность. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом моменте мы с вами закончим. Мы вплотную подошли к Пьеру. Здесь их будет 15 бойцов, но я не думаю, что на самом деле это будет для нас сложно. В нашем текущем состоянии. В нашем текущем состоянии нас может сильно потрепать разве что спам чем-нибудь таким не очень сильным. Но, опять же таки, если будет спам чего-нибудь не очень сильного, мы просто переключимся на такое, на скорострельное вооружение. Поэтому, считаю, тоже как бы не особо проблем для нас. Амрыну только нужно гранаты какие-нибудь в руки дать. Амрын. О, давайте коктейли молота его выдадим. Пускай жжет, если что. Плохо, что нельзя пистолет вместе с ножом взять. Конечно, не очень хорошо. А, кстати, еще одна труба. Да, в конце концов, у нас есть РПГ. У нас есть МГЛ. Он же... Господи, какой. Бульдог, короче. Гранатометик. В общем, все у нас в порядке. Хотя давайте, наверное, сегодня еще прям до этой базы дойдем. А, нет, нет. Другим отрядом. Ты чего такое думала? Вот так. За 4 часа. Так, рыжий. Механика плюс 1. Операция. И ремонт предметов не нужен больше. Что, опять силу, что ли, покачать? Силы у нас здесь просто какие-то миллиарды, судя по всему, будут. Ну да, гризли, давай. Тренируй еще силу. Ну, опять же, сила никогда не будет лишней. Сила — это дополнительные ячейки. Прервать? Да нет. Зачем прервать? Так, вот они, наши ребята, пришли. Готовьтесь к бой. Здесь даже автобоя нет. Здесь будет надсмотрщик-граф. Громила, пулеметчик, мародер, гранатометчик. Ну, не знаю. На самом деле ничего сложного быть не должно. Тут, ну, надсмотрщик-граф, конечно, да, это будет махина какая-нибудь с миллиардом здоровья. Но самый страшный, как по мне, десерт в тюрьме был с автоматическим дробовиком, который сейчас у баре. Тут реально товарищ был очень серьезный. Особенно после того, как он вплотную к нам подошел, начал из этого дробовика нас разрабатывать. Это было не очень приятно. Ну, да ладно. То, что с нами сделает этот граф, мы узнаем уже в следующей серии, а сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok